перейдем к нашим попугаем вопрос который был задан значит это наш подписчик из китая живет она в гуанчжоу то есть первый раз мы когда каналом еще не занимались она нам комментарии написала мы то что они собираются приобрести попугая ара макао то есть и был задан вопрос в плане того что они приглашали ветеринара ветеринара как бы все объяснил по содержанию вроде бы они все поняли как бы нормально всего них но есть проблемы воспитания попугая то есть например сорочи повадки вот все блестяще вот это вот написал как избавиться от сорочих повадок у попугая да или например что вечером он куда-то на шкаф залетает и они не могут его пригласить обратно в клетку на ночь спать да то есть нужно тоже вместе с попугаем на шкаф залазить не наш как не надо залазь очень делается да ну как бы во первых это время первое нужно знать то есть вот ну пример со шкафом да то есть если попугай у вас залезть на шкаф и и назад он не спускается хотя он летает по комнате может быть где-то передвигается вот на своем уровне вот первое что нужно сделать это узнать умеет ли вообще вас по ваш попугай спускаться вниз потому что вот например у нас вот вот это гоша поверни я не знаю как полетом верно ваша до попугай который умеет летать он летают по комнате но если он забирается куда-то высоко он спускаться не умеет он как кошка то есть они все время вверх лезут он на одном уровне и как его иди иди сюда у нас есть видео когда у нас этот попугай слетел мы стояли в зоопарке значит и трое суток мы березы 30 метров и мы его звали уже и филю туда подходили и звуки включали их голоса ну не ну то есть он там буквально на 15 сантиметров спустится и опять поднимется он все эти три дня не питался березовыми листиками потому что помет был полностью зеленый потом значит то есть там не воды не было ничего то есть он не он не мог спуститься даже для того чтобы попить там поесть ну то есть ему естественно каждый день нужны там и фрукты и орехи семечки витамины и творог даем и мясо в общем да я до сих пор его подкалываю спускаться не умеет с высоты поэтому как поступаем мы то есть я есть много рекомендаций как спустить попугая с высоты потому что бывает что попугая вылетают из окна да особенно крупные попугаи если он выкормишь то есть не из природы как наши например они не умеют их никто не научил они только вот вверх у них это способность есть вот если бы они жили в природе родители бы их научили возможно если бы не дожили меня плохо видно как поступаем и для этого у нас приготовлены вот такие вот палочки не знаю видно не видно да видно какой стороны значит что делаем мы а ну то есть ручка может быть длиннее либо чуть короче то есть во первых для того чтобы посадить попугая на эту палочку нужно чтобы он к ней привык он ее не боялся не знаю тормозит не тормозит видео у меня тормозит а значит чтобы он ее не боялся то чтобы он с ней познакомился, первое. Второе, для того, чтобы его пригласить именно на палочку, что делали мы? То есть мы поставляли палочку именно под лапы попугая, то есть не под клюв, а под лапы попугая, чтобы он мог сделать шаг и сесть на палочку. Да, привязывали попугая к палочке. Нет, мы не привязывали попугая к палочке. Да я суетю. И естественно у нас в руках была какая-то вкусняшка, то есть орех, арахита, то есть чтобы он понял, что это безопасно, что вот этот вот предмет для него безопасен, что он может сюда спокойно сесть. Самое важное, держаться фиксировано, вот это вот, то есть если она будет качаться у вас, он испугает, он летит. Поэтому когда наш Гоша залетает, тут три метра потолок, надо снять как-нибудь, как они здесь летают. Не, не надо, не надо. Так, вот, три метра потолок, если, и он залетает высоко, вот на второй этаж. Мы под уже знакомую палочку подставляем его, главное дотянуться под лапы, и он спокойно у нас садится, мы его спускаем вниз. Это делаем мы. Вот так. Вот, это делаем мы. Вот, есть вообще куча рекомендаций различных, как спустить попугая, кто-то с очками ловит, спускает им их, но мы этого не делаем, у нас они спокойно идут. Первое, самое главное, приучить его садиться на палочку. Первое, если он сам в руки не идет, и не хочет, значит, первое, научиться на палочку. Если же попугай сам не хочет идти. Так, подожди. Вот сейчас вот поставь палочку, давай, поставь палочку, и подержи ее. Я буду Гоша. Нет, на попугая. Вот открой, и мы покажем. И мы покажем, как. На палочку, на попугая. Я хотел поимитировать Гошу, чтобы... Не надо имитировать. ...барина подержала, а я бы залез. На палочку, на эту. То есть, как это происходит? Ой, мы тут ползаем по полу, чтобы видно было себе. Вот, смотрите, не знаю, видно, нет? Вот, под лапы. Он держится спокойно клювом. Клювом. И садится на эту палочку. То есть, он его не... Он не боится. Ну, нам уже не надо невкусняшек. Посади его обратно. А то он сейчас... Там кошка гуляет. Две. Две кошки гуляют. Вот. И спокойно заходит. Если... Тихо. Если же попугай у вас умеет садиться на палочку, но сам не хочет... Немного. Сам не хочет заходить. А вот, на сон мы их обязательно прячем, потому что у нас кошки, значит... Ну, наши, правда, к ним интереснее не являет, но есть кошки соседские. Вот. Которые могут увидеть через стекло, и у попугая будет стресс. Чужих кошек они боятся. Вот. Если попугай сам не хочет, ну, вот, настроение вот у него такое, не хочу, он там себе на шкафу или где-то там на тумбочке облюбовал место. Вот. Что нужно делать? В этом случае у нас, вот, Маркиз, по-первых, не хотел... Что делать? Иди ко мне. Не хотел заходить в клетку. Что делали мы? Первое. Мы узнали, какое самое любимое лакомство у Маркиза. У него два любимых лакомства. Это огурцы свежие, вернее, семечки от огурцов, и чищенный кедровый орех. Вот эти вот два лакомства, что делали мы? То есть, он знал, как это выглядит, знал, когда мы даем. То есть, в течение дня, вот конкретно вот это лакомство, мы не давали. Мы его давали только так, то есть, показывали, что это лакомство, мы кладем ему в клетку, где он должен спать. То есть, когда он заходит в клетку, то есть, в клетку зашел, это хорошо, он это лакомство съел, кедровые орешки там чуть-чуть, да? Значит, все нормально, все так и должно быть. Вот. То есть, вот так мы своих, как бы, попугаев приручали. По поводу сорочек повадок у попугаев. Я вам проще скажу. Дело в том, что это, эти повадки у попугаев никак не изменить. То есть, это природная повадка, то есть, все, что блестит. Они в природе так, тоже, то есть, где-то летают. Короче, на генном уровне. на генном уровне. То есть, что, как бы, как поступаем мы в этом случае? То есть, во-первых, мы убираем все какие-то мелкие предметы, что попугай может откусить, проглотить, там, съесть. Вот это все мы просто убираем, избавляемся. Я не ношу серег, я не ношу колец. То есть, какие-то, причем, у нас нет люстр, у нас встроенные лампы, потому что на люстру попугай может сесть и там подкусывать провода и все остальное. Это опасно именно для птицы. То есть, техника безопасности в первую очередь должна быть и для птицы, и для окружающих. Вот. Причем, ну, стрим мы вот этот вот, который будем делать онлайн, то есть, вы будете видеть самих попугаев, то есть, мы выставим ноутбук так, что вы их будете видеть, что они делают с нами и без нас. Сразу хочу предупредить, когда будет проходить этот стрим, сделайте звук немножко потише, потому что вы... у тебя только руку видно. А, извините, я просто еще не разобралась. Просто когда будет проходить стрим онлайн именно с попугаями, звук надо бы сделать немножко потише, потому что мы будем выходить из комнаты по своим делам, там, кашу собакам варить, ну, то есть, что-то резать, там, еще, там, крысям пойти. Вот. И вы увидите, как ведут себя наши попугаи без нас. То есть, это будет проходить не в видео, а в режиме онлайн. Поэтому, чтобы вы не оглохли, и, ну, как этот концерт получается? По заявкам. По заявкам, да. Вот. Потому что у нас маркиз, например, он любитель грознить собак. И он именно ручной попугай. Не прирученный, а ручной. То есть, он без нас вообще не может. Ему нужно нас видеть, конкретно нас. Даже не чужого человека, а именно нас. И если вдруг мы выходим из комнаты, он начинает жутко орать. Причем орет так, что начинает дразнить наших собак. Собаки начинают выть. И вот этот концерт весь, да, то есть, попугаи все орут, вернитесь назад. Собаки подхватывают пением своим воем. То есть, сколько времени это длится. То есть, почему вот я говорила, что мы не можем надолго куда-то уходить. Только вот, потому что у них начинается стресс. То есть, это не зоопарковые птицы, это домашние птицы, с которыми постоянно, каждый день, им проявляют внимание, с ними играют, их чешут, гладят, купают, кормят. То есть, весь этот процесс. пёрышки чистят. Пёрышки чистят. Вот именно там хотим сделать. Вот, поэтому на тот канал тоже советую подписаться. На том канале, кстати, тоже сейчас будут короткие видео, там по минуте всего, самые интересные моменты. И на том же стриме мы хотим сделать поздний ночной стрим с нашей кинкажу. То есть, причем на том канале, вот сегодня выйдет короткое видео с кинкажу. В течение недели там будет каждый день выходить минутное видео с нашей кинкажу, как она общается с чужими людьми, с нами, что она делает, как прыгает, ест, какие телефоны она любит, как разбирать, в общем, очки она любит. Мы даже ролик этот назвали «Мартышка и очки». Нет, не мартышка. Кинкажу. Да, кинкажу. Вот. Но, дело в том, что кинкажу это сумеречный ночной зверь. Она просыпается только вечером и где-то до половины ночи у неё идёт активность. Вот. Днём специально вытаскивать мы её не будем для стримов. Но вот на том канале мы хотим ещё сделать вот такой отдельный стрим именно с кинкажу и с нашими собаками. Он будет на канале «Зоо Братья и Попугаи». «Зоо Братья и Попугаи» «Зоо Братья и Попуга» «Зоо Братья и Попугаи» «У Дtawa» ont